Добрый день, дорогие друзья! С вами я, пископ Ильберт Раткин, и вновь в студии мы сегодня записываем очередную программу «Удивительный человек». Я не знаю, вы говорите, я не историк, а историю больше знаете, чем многие из пастырей, которые сегодня стоят во главе многих церквей здесь, в России. Ну, я, видите, интересовалась, мне просто было интересно, и поэтому я годы некоторой своей жизни посвятила изучению этого вопроса, достаточно узкий. Давайте сегодня расскажем о том, что сегодня вас захватило, Татьяна, вот этот проект «Русское богоискательство». Расскажите немного. Проект «Русское богоискательство» был создан уже более 10 лет назад с целью популяризации истории русского евангельского христианства, потому что есть отдельно, ну вот как мне это видится, как мне это кажется, есть отдельно евангельское христианство, а есть историки, которые пишут книги об этом, о истории евангельского христианства. Но очень мало соприкосновений, пересечений, то есть книги люди не читают, ну это в принципе вообще, да, особо не читают, а вот на такую узкую тему тем более. И даже просто не знают о том, что они есть. И мне очень хотелось, я однажды для себя это открыла, точно так же прочитав книгу, о истории евангельского христианства была совершенно потрясена, это был огромный переворот в моем сознании, в самосознании, и мне захотелось просто поделиться этим, чтобы кто-то еще об этом узнал. Я стала изучать материалы в разные периоды, освещавшие отдельно молоканство, отдельно евангельское христианство разных периодов, и вот захотелось просто, чтобы люди узнали об этом. И отсюда же родилась идея экскурсий по евангельскому Петербургу. На самом деле я хочу сказать сразу, я всегда это говорю, если я не забываю, о том, что это не моя идея, а идея Марины Сергеевны Каретниковой, это она придумала. Она водила эту экскурсию в 80-х годах очень активно. Санкт-Петербург протестантский. Да, 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 Евангельский Петербург. И на момент, когда я с ней познакомилась, это уже было где-то за 5 лет до ее ухода из жизни, уже около 7 лет, что ли, она говорила, она эту экскурсию не вела, было как бы никому неинтересно, она искала, кому передать, и вот никому как-то вот... Не передавалась. Не передавалась, да. И я себя экскурсоводом, конечно, никогда не мыслила, но так как я люблю, чтобы ничего не пропадало, есть у меня такая черта, я ее попросила, говорю, давайте я запишу на аудио, пусть останется. И она мне начитала эту экскурсию и говорит, ну вот если кому-то пригодится, я буду очень рада. И так случилось, что вот я еще при ее жизни стала организовывать для нее эти экскурсии, чтобы она их вела, а потом вот так случилось, что после ее ухода я продолжаю до сих пор этим заниматься. Ну я знаю, что многие, кто приезжает в большая группа, когда конференции в Петербурге, все обращаются к вам, все хотят увидеть и услышать, что же было. Да, я очень рада, что такой интерес вызывает эта тема. И я рада, что вот это вот дело, Марина Сергеевна, оно действительно живет. Оно никуда не делось, не пропало. Люди через экскурсии узнают о материалах, начинают читать книги. И что для меня очень важно, когда, допустим, человек возвращается в свой регион, если он не из Петербурга, он начинает изучать историю евангельского христианства своего региона. Вот это очень здорово. Вот это я считаю таким планом максимум для себя. И лекции Марина Сергеевна мы когда-то записали, вот их можно тоже на нашем сайте послушать. Мы аккумулировали какой-то период был в литературу тематическую, да, вот на эту тему. Мы хотели собирать архивные документы, но вот просто не хватает рук. Вот если будет желание у людей, которые услышат об этом проекте присоединиться, мы будем очень рады. Потому что на энтузиазме больше десяти лет очень сложно что-то делать. То есть первое время это удавалось, сейчас это совсем сложно как-то стало. Ну и, конечно, вот эти проекты, Монрепо, они все входят в русское благоискательство, так или иначе имеют к нему отношение, просветительские разные проекты. Ну вот так. Друзья, если планируете, может быть сейчас смотрит кто-то из пастырей, и вы планируете поездку, может быть молодежную поездку в Санкт-Петербург. Конечно, я знаю, что можно заказать экскурсию к крыше Петербурга, где, возможно, вас обманут. У меня дочь... Ну, пасть, кстати, еще падают даже. У меня дочь ездила как-то с большой группой из Белоруссии, тоже с молодежью пастырь повез всех. Их обманули, конечно же. Это своя история, конечно. Можно? Можно. Но лучше закажите экскурсию в Евангельский Петербург. Расскажите своим детям, своей молодежи в церкви, о том, как все начиналось. Что это не что-то, что вот в наших городах мы вот начали, там наш пастор, церковь и что-то еще. Я приглашаю и православных, и католиков тоже обратить внимание, если вам интересна история города Петра. История, она разная. Она не только православная, не только евангельская. Она история. Это наша история. История нашей страны. История нашей культурной столицы, как мы сегодня говорим. Поэтому мы вас всех, конечно, приглашаем. Обращайтесь. Татьяна Снисаренко и ее удивительный проект «Русское богоискательство». Благослови всех, Господь! Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира. Является уникальной архитектурной сокровищницей парков, музеев, дворцов и соборов. Но немногие сегодня знают, что Петербург имеет также богатую евангельскую историю. На протяжении двух столетий этот город был столицей Российской империи. Именно поэтому пробуждение, которое началось здесь в XIX веке, оказало влияние на всю Россию. В 1813 году, через год после блистательной победы России в войне над Наполеоном, по решению царя Александра I в Петербурге состоялось открытие библейского общества. Его целью было издание библии на разных языках. Именно это событие и послужило началом духовного пробуждения в России. Простые и бедные люди, солдаты и казаки, неимущие вдовы, мещане, крестьяне и колонисты, ремесленники и служители возжелали получить слово спасения, сознавая, что они могут в нем иметь живот вечный. Петербург был не просто столицей, а европейской столицей России. Этим объясняются многие особенности Петербургского духовного пробуждения, а впоследствии и Петербургской церкви. Основанная в 1874 году, она является старейшей евангельской церковью в нашей стране. А одной из предпосылок ее открытия было евангельское пробуждение среди высших слоев русской аристократии, которое произошло в конце XIX века. Сергей Николаевич Булгаков, известный русский философ, теолог, священник православной церкви, писал об этом явлении. «Россия, в противоположность Англии, не видала еще христианской интеллигенции, которая пыл своей души, жажду своего служения людям и крестного подвига, вложив в христианский подвиг деятельной любви, победила бы тяжелую атмосферу вражды и человеконенавистничества, в которой мы задыхаемся и в которой ничто, кроме разрушения, не может спориться». В связи с этим явлением мы встречаем такие известные имена российских аристократов, как княжны Голицыны, княгине София Павловна Ливин и Вера Федна Гагарина, графине Елены Ивановны Шувалова, графы Алексей Павлович Бобринский и Модест Модестович Корф. Но, безусловно, самым ярким представителем аристократического духовного пробуждения стал полковник Василий Александрович Пашков. Именно его считают основателем Петербургской Евангельской Церкви. Василий Александрович Пашков был одним из богатейших людей России. Его многочисленные имения, разбросанные по разным российским губерниям, очень скоро стали местами, где можно было услышать евангельскую проповедь. Пашков посещал чайные и трактиры, где вступал в духовные беседы с посетителями. Его часто видели в тюремных замках и больницах, где он старался помогать заключенным и материально, и духовно. Так в лазаретных беседах с умирающими он уверял их, что к каждому, кто признал свою вину, покаялся и призвал Христа, непосредственно относятся слова Спасителя «Ныне же будешь со мной в раю». Продолжая прерванную традицию деятельности библейского общества, петербургские аристократы учредили общество поощрения духовно-нравственного чтения. В числе прочих они издавали также некоторые православные сочинения. Это Кутузовская набережная, дом 10. Сегодня здесь расположен Институт прикладной астрономии. А в начале 19 века в этом доме жил Алексей Николаевич Оленин, директор публичной библиотеки, президент Академии художеств. Именно в его гостеприимном доме бывали Пушкин, Вяземский и многие другие выдающиеся деятели той эпохи. А в конце 19 века дом стал принадлежать Василию Александровичу Пашкову. Именно здесь проходили первые собрания Петербургской церкви евангельских христиан. В мае 1880 года Константин Петрович Победоносцев, оберпрокурор Святейшего Синода и жестокий гонитель евангельских христиан, писал в своей докладной записке Александру Третьему. Залы становятся уже тесны для собраний. В прошлое воскресенье было там не менее полутора тысяч человек всякого звания. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они чистыми голосами пели евангельские песни. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, три дочери министра юстиции графа Палина и две княжны Голицыны. В 1884 году по инициативе Пашкова был создан первый съезд евангельских христиан. Проходил он вот в этом здании, принадлежавшем графине Ливен. Прекрасный дворец графини, выполненный в стиле итальянского палаца, соседствовал с домом ее сестры, также евангельской христианки Веры Федоровны Гагариной. Съезд должен был носить объединительный характер, и в нем предполагалось участие представителей нескольких динаминаций, как пашковцев, так и молокан, духоборов, штундистов, баптистов, менонитов и пресвитериан. Не в одинаковом понимании догматов нам следует искать единство, а в духе и истине. Не будем забывать, что единство не есть единообразие. Вечерами, оказываясь дома на Большой Морской, усталые, но счастливые от проведенного дня на работе Господней, мы пили чай и пели евангельские песни. Сегодня я часто вспоминаю те чудесные вечера. Надо сказать, что до 1905 года официальный выход из православной церкви строго преследовался законом, поэтому евангельские христиане часто сталкивались с гонениями и притеснениями. «Приехал к моей матери генерал-адъютант Государя с поручением передать ей его волю, чтобы собрания в ее доме прекратились. Моя мать, всегда заботившаяся о спасении душ ближних, начала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом, и подарила ему Евангелие. Потом в ответ на его поручение сказала, «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или Государя?» На этот своеобразный и довольно смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и прежде. События 1905 года резко изменили положение в стране. Уже в апреле последовал царский указ об укреплении начал веротерпимости, где наряду с другими основными гражданскими свободами давалась также свобода вероисповедания. Евангельские общины могли теперь свободно регистрироваться, проводить съезды, издавать периодическую литературу и проводить духовно-просвидетельские собрания в общественных местах. Я помню, как в апреле 1905 года, в утро Светлого Христового Воскресения, в доме на Большой Морской перед многолюдным собранием, моя мать с сияющим лицом сказала, что имеет передать всем братьям и сестрам великую радость. И прочитала царский указ, излагавший подробности, даруемые нам свободой веровать, каждому, как позволяет его совесть. Собрание пало на колени со слезами радости, каждый, как кто умел, благодарил Бога за этот неоценимый подарок. Краткий период религиозной терпимости во много раз увеличил общины евангельских христиан. В 1927 году Иван Степанович Параханов называет цифру 10 миллионов евангельских христиан, посчитанных вместе с членами семей, и 5 миллионов баптистов. Именно в этот период, в противовес растущим евангельским общинам, возникает союз воинствующих безбожников. А нарком просвещения Луначарский произносит свою знаменитую фразу «Кто же победит в этой стране? Баптисты или коммунисты?» Но это другой, непростой период евангельской истории. А пока христиане открывают новые печатные издания и распространяют новые заветы. Девизом своего журнала «Христианин» они выбирают слова блаженного Августина «В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь». Великолепная усадьба под Выборгом, Мон-Ре-По, с 1900 года стала одним из центров христианского образования и воспитания петербургских студентов. Там же проходили первые в России молодежные христианские лагеря. В Петербурге проводились специальные детские служения воскресных школ, собиравшие много сотен детей. Богослужения проходили каждый день, потому что количество желающих услышать весть о спасении постоянно росло. Вскоре возникла необходимость ночных богослужений, куда собирали грешников с улиц города. На углах улиц мы останавливались и произносили небольшие проповеди к народу. Во время шествия по улице мы пели гимны, и многие присоединялись к нам. Затем мы входили в переполненное здание Михайловского манежа, вмещавшего 10 тысяч человек. А в Рождество 1911 года на Васильевском острове был построен и открыт Дом Евангелия. На крыше этого здания установили круг из лампочек. Бог есть любовь. Это действительно было благоприятное время. Время спасения. Но на примере нашей истории мы можем научиться тому, что каждое время есть время благоприятное для Евангелия. Потому что в Библии написано слово «ныне». «Ныне», «сейчас», «в каждое время». На примере нашей истории мы научимся понимать глубокую истину, что любое историческое время есть время, благоприятное для спасения. Потому что в Библии написано слово «ныне». «Ныне», «сейчас», «в каждое время». Продолжение следует...», «в Продолжение следует...